Эта автомобильная шина проехала непростые километры жизненного пути. Начала наверняка с отечественного авто «Лады» или «Жигулей», как летний комплект. После стала цветочной клумбой во дворе. Не зря же окрашена разными цветами. А потом оказалась на окраине города, в Южном промузле, где ее и подобрали сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Сегодня у них акция по сбору выброшенных автомобильных шин. Покрышки были разбросаны, мы решили собрать все эти покрышки и затем передать вместе со своими отработанными шинами на переработку специализированным организациям. Покрышки были собраны, они сзади меня находятся, и стоит машина, на которой покрышки, которые были собраны, точнее сказать, накоплены на территории АОРНПК. Оставь эту покрышку в траве, и она будет разлагаться целый век. Буквально. К тому же это отходы четвертого класса опасности. Поэтому важно их после использования именно что сдавать на переработку. Правда, так считают далеко не все. С одного только Южного промузла вывезли 20 кубометров опасных отходов. Целый КАМАЗ отходов, собранных всего с 4 километров. Из покрышек путем переработки, там есть несколько видов, можно получить такие компоненты, которые в дальнейшем будут использованы для кровли, для дорожного покрытия. Из этих покрышек делают легкоатлетические дорожки, детские площадки в качестве покрытия и так далее. Такую акцию нефтяники устраивают не впервые. Она ежегодна. Рязанская нефтеперерабатывающая компания занимается раздельным сбором мусора. Картон, бумага, битое стекло, бетон и железобетон. Остатки оргтехники – все это передается на дальнейшую утилизацию. Такой подход снижает нагрузку на мусорные полигоны и уменьшает накопление отходов. А главное – приводит к уменьшению потребления природных ресурсов. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город.